На площади Гагарина со стороны касс уже второй год действует платная парковка для автомобилей. Чаще всего она пустует, водители не готовы отдавать свои деньги за место общего пользования. При этом платить приходится за час, тогда как на вокзал приезжают в основном минут на 20. Для чего платная, непонятно. Я бы на всем, на какие-то вот собирают, со всех это делают для людей сплошные неудобства. Не то, чтобы создать какие-то условия нормальные, а сплошные неудобства. Вот 100 рублей парковка. Ну что, мы приехали на вокзал встречать человека, пожилого. И что вот, 100 рублей надо платить. Мне зачем здесь платно парковаться, когда он сейчас через 3 минуты выходит, я уеду. Здесь есть место для парковки, мне достаточно. Водители пытаются найти способы избежать лишних трат и припарковаться бесплатно неподалеку, около остановки или во дворах, что приводит к скоплению машин и аварийным ситуациям. Директор компании, которая на 3 года арендовала землю под парковку, считает, что польза от взимания платы за место для горожан все же есть. Мы работу тоже проделали неплохую, на самом деле, по поводу того, что людей приучить платить. Ну это нормально же. Взять, например, Финляндию, взять миллионники, там везде платные эти парковки, но суммы совсем другие. В конце прошлого года мэрия внезапно подала в суд на компанию. В деле сказано, что постановление о создании платной парковки на площади Гагарина в ноябре 2019 года администрации Петрозаводского округа не принималось. Несмотря на это, в городской бюджет от ООО А3 поступала арендная плата за землю. Суды продолжатся и в этом году. Возможно, в скором времени парковка снова станет бесплатной. Есть и другие хорошие новости. Руководство РЖД согласовало проект собственной парковки площадью 2000 квадратных метров. И сейчас ведется работа по получению разрешительных документов. Ну, в связи с пандемией сейчас сроки могут, конечно, растянуться. Планировали в 2021 году, но это вот пока... Парковка расположится в сквере, чуть ниже памятника паровозу. Пока неизвестно, сколько мест для автомобиля она будет вмещать и станет ли она платной. На данный момент РЖД разрешила остановку здания вокзала не только автобусом, но и личному транспорту. Но только для посадки и высадки пассажиров. Александра Степанова, Александр Борисов. Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин